Никол Пашинян Никол Пашинян – символ поражения Армении, но не его причина. В Армении продолжают искать виновников в разгромном поражении от Азербайджана во Второй Карабахской войне. Заводятся уголовные дела. В стране продолжаются митинги оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Цель – возложить на него ответственность за поражение Армении в войне и капитуляцию. Вместе с тем претензии к Пашиняну можно с равным же успехом адресовать и к прежним руководителям Армении. По той простой причине, что в целом войну проиграл не Пашинян, а Армения как государство и вооруженные силы этой страны. Бесспорно, Никол Пашинян является символом поражения Армении, но не его причиной. Да, он символ провала армянских военных и несостоятельности Армении как государства, удерживающего оккупированные территории. Однако на подписании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе, по утверждению самого премьера, настаивала именно армянская армия, так как ресурс был исчерпан и возникли проблемы с мобилизацией для продолжения боевых действий. Сейчас Армения бурлит еще и потому, что происходит весьма болезненный и обидный для армянского народа процесс демаркации и делимитации границ с Азербайджаном в Сунике. И он действительно болезненный для армян, ведь к Азербайджану переходят километры территорий с селами и инфраструктурой, захваченной когда-то армянской военщиной. А за 30 лет оккупации армяне привыкли считать все это своей территорией. Впрочем, сменят Пашиняна или нет, но война однозначно выиграна Азербайджаном. Ключевым фактором поддержки Пашиняна является то, что армия и служба национальной безопасности сохраняют ему верность. Пока силовики верны Пашиняну, его позиция устойчива, а власть непоколебима. К тому же в парламенте фракция Пашиняна имеет большинство, и пока это большинство не предаст Пашиняна, с ним никто ничего сделать не сможет. И все же, хочет того Пашинян или нет, отныне он является символом сокрушительного поражения Армении, с которым никак не хочет смириться армянская оппозиция, в отчаянии готовая все смести на своем пути, рискуя даже самой государственностью. Субтитры создавал DimaTorzok